Неделю не прекращаются боевые действия в Судане. Борьба за власть, регулярная армия и сил быстрого реагирования унесла сотни жизней. По данным Минздрава страны, за время вооружённого конфликта более 600 человек погибли, около 3,5 тысяч получили ранения. Многие вынуждены спасаться в соседнем Чаде. «У нас нет электричества в течение последних 24 часов. Люди находятся в домах без еды и воды. Большинство больниц прекратили свою деятельность из-за отсутствия запасов медикаментов. Медицинские бригады истощены. В некоторых районах Хартума, на улицах гниют тела нашей молодёжи. Некоторые из них съедены собаками». За власть в стране борется де-факто глава государства, генерал Альбурхан, в подчинение которого суданская армия и его заместитель генерал Дагала, глава сил быстрого реагирования. «Корень конфликта лежит в двоевластии, потому что оба генерала работали раньше вместе. Они вместе свергли гражданский режим в 2021 году. И делили власть. Вначале они работали вместе, они были даже в каких-то более-менее приятельских отношениях. У того и другого генерала присутствовали амбиции встать во главе страны. И тот, и другой, видимо, незаинтересованный возвращение гражданского режима к власти». Происходящее пока рано называть гражданской войной, отмечает Максим Матусевич. Однако конфликт, который угрожает стабильности во всём регионе, может привлечь интересы многих государств. В том числе Египта, Ливии, Эмиратов. Судан – геополитически важная страна, входит в тройку самых больших по площади африканских государств. Имеет выход к Красному морю, через него к уникальному морскому пути – Суэцкому каналу. Судан занимает третье в Африке место по уровню золотодобычи. Примечательно, что одна из компаний по добыче драгоценного металла в регионе М-Инвест, по данным Минфина США, связана с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Эта фирма уже несколько лет находится под западными санкциями. Появляется Вагнер, как правило, в местах, где происходит гражданский конфликт, с одной стороны. С другой стороны, присутствует слабое очень гражданское общество, которое не может противостоять внешнему влиянию. И всегда третий компонент – это присутствие каких-то полезных ископаемых или драгоценных металлов. М-Инвест, еще также она известна как Мерро Голд Пригожина. Ей суданское правительство гарантировало беспошлиную добычу металла драгоценного. То есть обычно иностранные корпорации облагаются 30-процентным налогом. Вот в случае Вагнера им дали такую привилегию не платить эти деньги. В июле 2022 года СНН выпустил расследование об усилении связей между Москвой и Хартумом. Издание со ссылкой на американских чиновников писало, что Россия активно поддержала военный переворот в 2021 года. Сейчас, как сообщает издание, российская ЧВК «Вагнер» снабжает спецназ генерала Дугала ракетами. Возникает вопрос, кто из двух генералов более лоялен к российскому режиму. Дугала, он как бы ориентируется на Москву, поэтому у него при лаве отношения все-таки получше. Это Бурхан, он же затягивал вопрос по поводу базы в порт Судане. То есть и ряд инициатив он, откровенно говоря, ну сворачивал. Примечательно, что Дугала находился на переговорах в Москве в феврале 2022 года, когда Россия напала на Украину. Чем закончится конфликт, пока не ясно. Покидающие Судан беженцы, которые вынуждены спасаться от конфликта и войны, способны вызвать новый миграционный кризис в Европе. Тем временем в Судане идет подготовка эвакуации дипломатов и иностранных граждан США, Великобритании, Франции, Китая и Саудовской Аравии. Япония заявила, что направит военных для эвакуации своих граждан из Судана.